Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер, коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт aptrening.ru Телефон в Москве – 784-5862 с кодом 985. Итак, наша программа называется Ужин для чемпионов. Ужин для чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту. Я представляю нашего чемпиона – это Ольга Кабо, актриса, певица, каскадер и просто красивая женщина. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте, Андрей. Ольга прекрасно держится в седле, и наша тема сегодня – как оставаться в седле, несмотря ни на что. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 и 6, код города 495, задавать свои вопросы нашей гости, высказывать свое мнение. Вопросы вы можете также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Ольга, давайте для начала я попрошу вас рассказать о себе то, что вы считаете нужным рассказать, и то, что вы считаете, может быть интересным для наших слушателей. Вот какая вы, Ольга Кабо? Наверное, то, что сейчас для меня самое главное в жизни – это то, что я мама двоих детей, значит, 14-летней дочери Татьяны и 4-месячного сына Виктора. Вот завтра Витюша исполняется ровно 4 месяца. Я служу в Театре имени Моссовета, играю там потрясающие роли, которые обожаю и которые являются частью меня. Я работала с прекрасными режиссерами Кулиджановым, Таланкиным, Ежи Хоффманом, Суриковой, и это огромный опыт. Я мечтаю снять фильм по произведению Танина Гуэра, и у меня дома живет три таксы, я люблю конный спорт, и я обожаю поэзию, и сейчас готовлюсь к новой премьере поэтического спектакля по творчеству Марины Цветаевой. Называется «Я искала тебя». Оль, скажите, пожалуйста, а вы считаете себя успешной женщиной? Ну, я думаю, что да. Но успех же это дело такое, вот это процесс, поэтому в процессе я успешна, потому что я не останавливаюсь на достигнутом, мне нравится познавать себя, мир, мне нравится искать что-то новое в себе, и поэтому появляются какие-то новые интересные содержательные проекты. Я пытаюсь избирательно относиться к кинематографу, у меня очень интересные друзья, то есть я могу сказать, что я в процессе своего пути, не на вершине, не в финале, то есть я на финишную прямую, надеюсь, еще тоже не вышла. Поэтому я могу сказать, что моя жизнь, она, в общем, успешная. Кстати, вот вы сказали «путь», но в Востоке действительно есть понятие «путь». «Путь» — это очень трудно, это слово, которое трудно подается определению, вот в восточном смысле этого слова. А есть ли у человека этот путь, и если есть, то у каждого ли, как вы думаете? Конечно, он только сам выбирает, в какую сторону ему двигаться и к какой цели ему двигаться. Вот если у человека есть какая-то цель, то, наверное, он всегда в движении, а движение — это, в общем, как мы знаем, жизнь. Поэтому я знаю, что мне очень сложно даже физически ничего не делать. Ну, а, естественно, человеческий разум, наверное, он все время находится в движении. Мы все время ищем чего-то, ищем себя в мире и мир в себе. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот для того, чтобы быть успешным человеком, чем лучше всего заниматься? Вот некоторые говорят, что если я буду заниматься тем, что мне нравится, тем, что я люблю, я не заработаю денег. Вот что вы думаете по этому поводу? Во-первых, я думаю, что деньги и успех, наверное, ну, они, конечно, взаимодействуют, но это такая непрямая зависимость. В чем секрет успеха? Ну, мне кажется, может быть успешным тот человек, только тот человек, у которого есть какие-то определенные знания, который в чем-то профессионален. В чем? В материнстве. Мы начали с вами до эфира разговор. Да. Во владении, ну, какой-то профессией. Потому что если ты знаешь в своей профессии, ну, достаточно много, и пытаешься развиваться в этой профессии, то можно сказать, что ты чего-то добьешься. Значит, ты можешь быть успешным. А по поводу того, что нельзя заработать денег, ну, наверное, допустим, мне кажется, что актерская профессия, она такая очень неоплачиваемая в нашей стране. И таких баснословных гонораров, наверное, ну, наверное, они есть у единиц. Ну, и то тоже, если смотря с чем сравнивать. Театр, особенно государственный театр, это больше душа, это больше твое собственное желание быть, творить, работать, искать себя, работать над ошибками своими, получать удовольствие от дыхания зрительного зала. Но когда ты получаешь удовольствие от чего-то, у тебя не всегда счетчик включается. Поэтому творческие, особенно творческие люди, да они могут просто сутками творить и, в общем, еще и вкладывать какие-то свои последние сбережения для того, чтобы осуществить тот или иной проект. Вы знаете, а я вот, когда общаюсь с большим количеством разных людей, абсолютно разных, большинство сходится во мнении, что если я хорошо, профессионально занимаюсь каким-то делом, если я правильно и хорошо и четко делаю свою работу, и если эта работа самая важная нужна людям, если люди интересуются тем, что я делаю, если для них важно то, что я привношу в их жизнь, то деньги, они приходят сами. Ну, может быть. Потому что я абсолютно согласна с тем, что, допустим, ну вот быть просто артистом для самого себя, это прекрасно, но главное, чтобы ты был нужен зрителям, чтобы приходили люди в театр или в кино, и чтобы они ждали твоего нового появления, чтобы они тебя поддерживали своим желанием. В этом, наверное, ну как бы успех такой, выбор своего пути собственного, а не твой личный успех. Ну, конечно, потому что, ну вот как мне кажется, мастерство, оно в большей степени проявляется через реализацию в социуме, да, через взаимоотношения с людьми. Потому что когда нет людей, ну кто я? Вот я могу видеть себя только в отражении тех людей, с которыми я взаимодействую. Конечно. Хорошо. Кстати, вот одно из главных потребностей человека, известный психолог XX века, Абрахам Маслоу, такой один из гений в психологии, считал самореализацию. Вот вы согласны с этим? Ну я думаю, что мы об этом уже отчасти начали разговаривать, что вот это ощущение, я есть, и я могу, и я докажу, и я способен. Это очень важный такой стержень, вот стимул для человека, чтобы, опять же, чтобы раньше времени не состариться и быть самому себе неинтересным. Потому что старость, это когда голова перестает работать, вот я абсолютно в этом уверена. И тогда уже недомогания физические тоже. И вот, допустим, у меня была потрясающая в жизни встреча с Тонино Гуэра. Мы планировали сделать один проект, кинопроект, но, к сожалению, господин Тонино не успел дописать сценарий, потому что мы с ним встречались осенью, а он покинул нас весной. Но мы приехали на встречу с ним в маленькое местечко Пенобили в Италии, и я встретила, нас встретил совершенно молодой человек. Да, он плохо себя чувствовал, он очень сильно уже болел, наверное, ужасно страдал, но у него горели глаза, он сразу включился в процесс обсуждения будущего сценария. У них с Лорой, с его супругой, она русская, прям, ну, действительно, итальянские страсти. Они всё время как-то так очень эмоционально разговаривали на итальянском. Говорили, баста, Лора, баста, баста, Тонино. И я понимаю, что вот этот человек, несмотря на то, что ему было 91 год уже, он абсолютно нормальный, потрясающий, умный, необыкновенный человек. Но, к сожалению, вот болезнь его как-то поборола и победила. Но, тем не менее, ощущение себя в творчестве и в творческом поиске, оно придаёт сил, энергии, и, наверное, это залог такого долгожительства. Оль, скажите, пожалуйста, а вот фортуна, везение, случай, насколько они нужны, чтобы добиться успеха? Вообще, чтобы чего-то добиться в жизни? Ну, наверное, фортуна, везение, случай. Махатовские артисты вообще называют его величество случай. Это, наверное, ну, как мне кажется, такая отправная точка. Вот изначально тебе дан шанс. Вот там произнесена, допустим, фраза, девочка, не хочешь ли ты сниматься в кино, да? Это фортуна, тебя заметили, тебе дали шанс. А дальше всё зависит только от человека, от того, как он использует то, что вот ему дали. Ему же дали не всё, а дали отправную точку, с чего он может начать свой этот путь, своё движение. Поэтому фортуна, она прекрасна, но голова на плечах должна быть, чтобы не упустить жар птицу из рук. С другой стороны, смотрите, вы говорите, что вас заметили и дали шанс. Но заметили-то вас, не заметили кого-то другого, там, не Маню, не Таню, а заметили Ольгу, допустим, да? Значит, что-то в вас есть, что-то вы создаёте такое, что обратили внимание именно на вас, заметили вас и пригласили именно вас работать. Ну, сейчас, наверное, может быть, я так и могу сказать, да? Но тогда мне было 15 лет, я ещё была школьницей, поэтому в моём случае, о котором я говорю, это, наверное, была просто судьба такая, судьбоносный момент, потому что до этого времени я не мечтала быть актрисой. Вообще у меня не было каких-то определённых желаний, связанных с моим будущим и с моей жизнью. И вдруг вот это был случай для меня. Другое дело, что когда я попала на площадку, на съёмочную, я сразу заболела кино, заболела творчеством, искусством, и дальше я уже целенаправленно шла. Дальше я уже поступала, училась, работала. Но первый шаг был только по воле случая. Вот я хочу немножко продолжить свою мысль. Мы с вами говорили о том, что да, случай, и в то же время есть какие-то элементы притяжения. Как вы думаете, закон притяжения одного к другому, он работает? То есть вот ваше внутреннее ощущение, и вдруг вы думали об этом вдруг раз, и оно получается? Или не думали, и оно вдруг раз и получается? Я считаю... Нет, я очень верю в то, что человеческая мысль, она материальна. И мне кажется, очень важно в жизни уметь сформулировать очень точно, что ты хочешь. Вот не плавать в океане желаний, а вот сказать, что так, в этом году я хочу сделать вот это, вот это, вот это. Я хочу попробовать себя в этом, в этом, в этом. Тогда быстрее получается, потому что... А по поводу притяжения, вот, допустим, несколько лет назад мы встретили замечательную певицу Ниной Шацкой и поняли, что мы обе одухотворены лирикой Серебряного века. И, с одной стороны, по наитию мы нашли друг друга, с другой стороны, когда мы поняли, что мы можем в хорошем смысле друг друга использовать и созидать, то мы стали придумывать проект, в котором мы можем обе реализоваться. И это получился сначала спектакль по творчеству Ахматовой, который называется «Память о солнце», который, кстати, пользуясь случаем, приглашая всех наших слушателей 13 декабря в Международный дом музыки. И потом это продолжилось, опять же, только наша воля, только наше вот это притяжение, которое нас сблизило. Благодаря этому родился еще один спектакль «Я искала тебя», который 2 февраля уже будет в Доме музыки, но если, конечно, не будет конца света. А вы верите в этот конец света, о котором мы все рассказываем? Нет, конечно. Я просто к этому отношусь с юмором, потому что моя дочка пришла и сказала, мама, 21 декабря я в школу не пойду. Я говорю, Таня, что ты будешь делать? Я буду с тобой. Я говорю, а почему? Мама, конец света, умирать так вместе. Я говорю, Таня, ну у меня спектакль в театре «Мне Моссовета», кстати, «Серебряный век». Она говорит, значит, я пойду с тобой и буду с тобой за кулисами. Я говорю, ну хорошо, будем с тобой вместе. Но дети, они более восприимчивы к таким разным вещам. А я еще думаю, потому что весь кинематограф, интернет полон вот этих вот слухов, эти фильмы «Конец света», «Апокалипсис», какой-то был «2012», да, вот эти вот фильмы. И они все, вместо того, чтобы говорить о том, что нужно идти вперед, они как-то останавливают молодежь и детей, типа уже ничего не надо, уже все равно все закончится. Наслаждайтесь жизнью. Поэтому наши дети, они, может быть, не столь социально активны, как бы хотелось. Вот смотрите, мы с вами говорили о конце света. Конец света — это как бы конец времени, да? А вот успешный человек — это человек, который умеет хорошо взаимодействовать со своим временем. Вот скажите, пожалуйста, а как, с вашей точки зрения, научиться эффективно управлять своим временем? Невозможно научиться. Нельзя научиться управлять временем? Ну, это такая должна быть очень дисциплинированная личность, такой прямо военный подход. Допустим, я очень страдаю от того, что я, с одной стороны, я очень пунктуально и никуда не опаздываю, но чтобы мне не опоздать, у меня вечный... я сама себя перегоняю все время, чтобы все успеть. С одной стороны, не надо, наверное, хватать столько, чтобы распределиться и как бы останавливаться иногда, давать себе возможность. Но это большая проблема, потому что есть же сказка о потерянном времени, да? Это одна из самых моих любимых сказок с детства еще. Это же страшно, когда люди занимаются суетой-сует, и в результате жизнь-то уходит, время-то уходит. А конец света — это, в общем... Ну, это конец времени. Конец времени, да. Анна спрашивает вопрос с сайта. Вы запрещаете своей дочери смотреть программы, помеченные 16+, как вы относитесь к новому закону? 16+, знак вопроса. Запрещаете ли? Я поняла, да. Ну, вообще, мне кажется, все запрещенное всегда притягивает и всегда вызывает любопытство. Поэтому, слава богу, моя дочка, она просто очень занята, она учится в Академии хореографии и на первом курсе. Она очень поздно приходит домой, ей уже не до телевизора. Но, в принципе, очень сложно проконтролировать, что смотрят наши дети. Сейчас же такой доступ открытый к информации, компьютеры, айпеды, айфоны, но они контрольные все решают с помощью айфона. Ну, это же страшно вообще. Поэтому запретить что-то невозможно. Можно объяснить и можно дать понять человеку, что это еще рано или это не то, что нужно смотреть. И, допустим, найти какую-то альтернативу, что может заинтересовать ребенка. В чтении, в мыслях, в телевизоре в том же. То есть, если я правильно вас понял, это зависит от вашего желания вложить в ребенка душевные силы для того, чтобы вовлечь его в какие-то другие занятия, а не запрещать. Конечно, запретить невозможно. Запрет рождает только протест. Вот мне так кажется. Поэтому лучше открыть какой-то другой мир ребенку, чтобы он нашел что-то другое в том мире, который вы ему преподносите. Я Андрей Бубукин. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам-ФМ. И у нас в эфире Ольга Кабо. Мы вернемся через несколько мгновений. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. И моей гостью сегодня является актриса Ольга Кабо. Мы закончили обсуждение предыдущей темы до рекламы. Мы говорили о запретах и о времени. Оль, я хотел немножечко продлить все-таки тему со временем. Скажите, пожалуйста, а для вас что такое время? Что для вас время? Я понимаю, что вопрос сложный и так сразу трудно ответить. Но все-таки... Вы знаете, наверное, в жизни человек не замечает, как время идет. Но мы замечаем какие-то изменения, которые происходят. Вот так как у меня маленький ребенок, я вижу, что каждый день он становится другим. Он приобретает какие-то знания, какие-то рефлексы вдруг становятся уже, ну, какими-то человеческими. Познаниями себя. Сначала ребеночек не держит головку, потом у него шейка становится сильной. Сначала он так хаотично двигает конечностями, теперь он уже может что-то схватить. Сначала у него взгляд рассеянный, теперь он следит, у него осмысленность. Вот в этом время. Время, которое изменяет человека. То есть это изменения какие-то? Это изменения, да. И вот на примере просто ребенка, это, мне кажется, вот прям очень удобно объяснить. Светлана через сайт спрашивает. Ольга, вы одна из самых красивых актрис. Спасибо. Вам это помогает или мешает? Мне как женщине, как актрисе это помогает. Я всячески пытаюсь доказывать, даже не просто доказывать, просто своей жизнью, своей работой, что нельзя рассуждать о людях, которым Боженька дал какую-то внешнюю красоту, что он их обделил в чем-то другом. Я считаю, что человек может быть и талантлив, и красив, и добр, и глубок, и одно другое не исключает. Скорее усиливает. Мне кажется так. Главное просто, чтобы духовная красота была, а внешняя красота, она бренна. Мы все стареем, сила тяготения, притяжения земного, она все равно сильнее всех возможных пластических операций и так далее. Все равно возраст, он идет. Это тоже время, это тоже изменение. Мы видим это на своем лице в зеркале. И это обман, это самообман, когда мы пытаемся прибегать к каким-то усилиям. Все равно это все видно на лице, на нашей душе. Главное, чтобы душа была молодая. Ну и в то же время для актеров внешнее состояние, оно достаточно важно. Да, я понимаю, что очень сложно иногда бывает, у меня есть знакомые люди в профессии, и они говорят, ты знаешь, очень сложно переходить из одной возрастной категории в другую. То есть я молодой-молодой-молодой, или там, скажем, человек в районе 30-40. И тут вдруг наступает период, когда я уже не могу играть 40-летних с одной стороны, а с другой стороны, не могу уже играть 60-летних еще. Вот этот период достаточно сложные переходы. Вы знаете, сегодня юбилею замечательной актрисы театра «Ремьем и Совет» Ирины Павловны Карташовой. Ей сегодня 90 лет. Ирина Павловна, если вы слышите, а я знаю, что вы сейчас на сцене, поэтому вы не слышите, но я все равно от всех ваших многочисленных поклонников и от себя лично поздравляю вас, люблю, обожаю и преклоняюсь. Вот этой женщине, несмотря на то, что ей 90, она не скрывает своего возраста, в ней столько молодости, столько страсти, столько свободы и столько, знаете, хулиганства такого, что я думаю, что не прибегая, уверена, что она не прибегала к никаким пластическим операциям, и что она абсолютно спокойно, гармонично идет по жизни, и просто из состояния в состояние переходит. Да, мы же все меняемся, поэтому Джульетта невозможно играть всю жизнь, или там Нину Арбени, но это было бы скучно, чтобы вышла бабушка или там взрослая женщина и читала монолог Джульетта, «Роза пахнет розой», да, хоть розой назови ее, хоть нет. Поэтому, мне кажется, каждый возраст, он дарит познание, открытие и роли, опять же. Другое дело, что режиссеры могут остаться еще в прошлом и не видеть в тебе изменений, и не желать видеть в тебе изменений, им просто проще взять уже актрису, которая прошла этот путь, этап перелома. Вот это серьезная проблема. Или в советские времена, допустим, в моем случае, утвердился мой образ как некий образ мечты, голубая лирическая героиня, и многие еще остались там с этим моим образом. Я-то его давно уже переросла, я уже взрослая, умудренная опытом жизненным женщина, и у меня уже нет в глазах того, что было, когда мне было 18 лет. Это просто, ну, мне кажется, недальновидность каких-то непрофессионалов, режиссеров или продюсеров, которые просто у них шора на глазах. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495, задавать свои вопросы нашей гости, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. И, кстати, вопрос с сайта. Олег спрашивает, а вы ходите на спектакли своих коллег, и какое кино вы любите? Я, конечно же, хожу и в кино, на фильмы своих коллег, и на спектакли, когда есть время. К сожалению, не всегда получается, потому что, когда у моих друзей какое-то событие, я тоже могу быть параллельно на сцене, вот как сегодня с Ириной Павловной. Но вчера, допустим, мы с мужем смотрели фильм «Бригада 2», наследник друга нашей семьи Александра Яншакова. И я вообще очень уважаю Сашу, потому что, кроме того, что он профессиональный спортсмен, обладатель каких-то там поясов безумных совершенно, кроме того, что он создал ассоциацию каскадеров и ведет свою вот эту вот тему, помогает своим ребятам реализоваться и финансово, и обеспечивает их работой, он еще очень творческий человек, то есть за годами он становится еще более творческим. Сейчас он запел, то есть этот человек в постоянном движении. И я не знаю, не помню, сколько ему лет, но так, достаточно. Но он внутри абсолютно пацан, который хочет и это, и это, и это, и это ему интересно. И вот пока этот интерес в жизни есть, он будет молодым. Поэтому я очень стараюсь посещать всякие мероприятия. Мне очень нравится смотреть на работу своих коллег. И, ну, к сожалению, опять же, по времени не всегда получается. Еще вопрос с сайта. Глеб спрашивает. Вы являетесь членом ассоциации каскадеров. Какие трюки вы выполняете или выполняли сами? Ну, я думаю, что трюки я завершила выполнять, когда у меня родилась дочка Таня, потому что степень ответственности повысилась. Я уже отвечала не только за саму себя. Я считала, что я не имею права рисковать. Но до этого, в общем, я доказывала всем, что я могу все. Поэтому я достаточно спокойно и свободно держусь в седле. Я делала какие-то трюки, связанные с лошадью, с падениями, с подсечками и так далее. Я боролась на мечах, я фехтовала. И я ездила, в смысле, я прыгала с 15-метровой высоты на картонной коробке. Вот за этот трюк я стала членом ассоциации каскадеров. Да, это поражает. Кстати, тема у нас сегодня «Как оставаться в седле, несмотря ни на что». Оль, вы знаете, вот часто бывает, что на жизненном пути люди сталкиваются или встречают, не хочу употреблять глагол «сталкиваются», скорее встречают, какие-то препятствия. Может показаться на первый взгляд, что это препятствия внешние. Но на самом деле, если мы будем их рассматривать, то это препятствия в большей степени внутренние. Ну, например, горечь, разочарование, страх, лень, например. Вот с вашей точки зрения, что необходимо делать или как необходимо себя вести, чтобы эти препятствия, они как бы оставались позади, чтобы вы легко с ними взаимодействовали? Ну, я думаю, не всегда легко пройти через вот такие препятствия, особенно если они внутренние, вы абсолютно правы. Это могут быть какие-то комплексы, это может быть неуверенность в себе, страх перед завтрашним днём, перед какой-то неизвестностью. И тут, наверное, нет рецептов и каких-то советов. Каждый человек должен сам справиться с самим собой для того, чтобы не оставаться в прошлом. Потому что любой день, когда ты начинаешь копаться в самом себе, а не идти вперёд, он тебя отбрасывает назад. Ты уже не живёшь, ты уже где-то вот там в своей памяти, в своём внутреннем мире. Но мне кажется, что лучший рецепт или совет — выговариваться. Есть же близкие люди, с которыми можно посоветоваться, с которыми можно пообщаться. Сказанное слово, оно уже несёт в себя определённую энергию, энергетику. Поэтому если есть умные люди рядом, то, может быть, лучше рассказать о своих каких-то страхах и вместе попробовать их разрешить хотя бы на словесном уровне. Это уже тоже много. Сказать, потом сделать, а потом идти дальше. Вы знаете, ещё психологи рекомендуют иногда, если нет возможности с кем-то поговорить, то записать это, изложить на бумаге. Я, знаете, когда мне что-то нужно сформулировать, я пытаюсь записать на бумаге. И вот именно не в интернете, в смысле не в iPad, не на компьютере, а именно от руки. От руки зачеркнуть, стрелочкой поменять местами, поменять предложение, перечеркнуть, заново начать. Вот это, видимо, ещё такое школьное советское воспитание, когда сочинения писали много раз. И переписывали. Смотри туда-то, смотри страницы 2 и так далее, переписывали. Сейчас гораздо легче, но когда я вижу перед собой списанные листочки, и я вижу, как формировалась моя мысль, со всеми зачеркиваниями, стрелочками, с носками и так далее, у меня уже объём моей мысли выстраивается. А тут я стираю, и всё, это уже потеряно, это уже в нирване где-то вот эти вот мои мысли. Иногда даже ты забываешь, а тут ты можешь вспомнить, думаешь, почему же ты пропустил эту фразу? Надо её срочно вставить, поэтому нужно обязательно уметь формулировать всё, и свои желания, и свои мысли. И записывать. И записывать их, чтобы не забыть. Вы знаете, я по своей профессии коуч, а коучинг — это такое искусство современное, поддерживать людей в том, чтобы они достигали каких-то целей. Какая интересная у вас профессия. Да. И вот есть такой принцип коучинга, который называется принцип бритвы. Это немножко то, о чём вы говорили. То есть мы берём вот как бы бритву и вот берём полотно времени. И как бы отрезаем этой бритвой всё, что в прошлом. Мы смотрим только то, что перед нами, на то, что перед нами. То есть мы смотрим, где мы сейчас находимся. Мы смотрим нашу цель, то, куда мы хотим двигаться. Мы не обращаем внимания на прошлое, а исходя из настоящего, выстраиваем шаги в будущее. И это хорошо работает. Я не очень с вами согласна, хотя я понимаю, что иногда очень хочется жить сегодняшним днём и идти вперёд. Но вот, допустим, работая над Цветаевским проектом, я прочитала огромное количество дневников Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери Марины Цветаевой, потому что спектакль у нас строится на диалоге матери и дочери. И она, ну мы знаем, что у неё очень сложная судьба была. И она пишет о том, что мне уже некому сказать, а помнишь, хотя бы это сказать. И порой очень трудно преодолевать то, что принято называть одиночеством. Я говорю то, что принято называть, потому что, несмотря ни на что, одиночество я своего не ощущаю в полной мере. И вот сейчас главная фраза. Но ведь происходит это только благодаря памяти и воображению, ценностям бесплотным, а у бесталанных ещё и бесплодным. Вот эта бесплотная ценность, память, она, мне кажется, даёт мощный потенциал к тому, чтобы человек что-то сделал в жизни. Нельзя отказаться от прошлого, потому что иначе тогда ты будешь, ну не знаю, павлином без хвоста. Вопрос не в том, чтобы отказаться от прошлого. Прошло всё равно с нами. Потому что моя личность — это набор того жизненного опыта, который я пережил. Ну плюс ещё то, что досталось мне от моих родителей на генетическом уровне. От прошлого мы в любом случае не отказываемся, оно всё равно с нами. Просто речь идёт о том, чтобы... С чистого листа начать? Как бы с чистого листа каждый раз. С понедельника, с первого числа, да? Как бы так, да, да, вот об этом. Ну очень сложно, потому что бэкграунд, он всё равно существует. И то, что позади твой тыл, это твоё прошлое. И всё равно это как бы такой оберег, ну во всяком случае для меня. Так что я с вами вот здесь не очень соглашусь. Хорошо. Сергей из Новосибирска спрашивает. Ольга, вы снимаете сейчас в кино? Москвичи могут увидеть вас в театре, а нам, провинциалам, хотелось бы хоть на экране увидеть вас. Спасибо большое. Да, недавно, вот в ноябре месяце, состоялась премьера нового фильма с моим участием. Называется «18-12. Уланская баллада». Мне предложили такую, в общем, достаточно небольшую роль, потому что главные роли были у молодых исполнителей. Я играла такую дуэнью главной героини, которую сыграла Анечка Чаповская. Мы играли двух полячек, ну, естественно, это 1812 год, готовили картину к юбилею празднования победы в Бродинском сражении. И режиссёр Олег Фисенко всё время толкал меня на какую-то характерность, то есть он сразу же изменил мне внешность. Я была рыжая, с конопушками, с веснушками, один глаз зелёный, другой чёрный. К сожалению, на камере это не удалось запечатлеть. И я, когда пришла на премьеру, я хохотала от души над собой. Я не верила, что я такое могу. Это было так смешно, вдруг я открыла в себе то, что я могу быть очень характерной, очень смешной, очень гротесковой. Поэтому я всем своим почитателям, я не знаю как, всем тем, кто хочет меня посмотреть в каком-то новом, увидеть меня в каком-то новом качестве, и рекомендую посмотреть этот фильм, ну кроме того, что в этом фильме там соцветия потрясающих артистов. Толя Белый, Сергей Безруков, Валера Николаев. Ну и я совершенно в новом образе. И в прошлом году была премьера фильма, к сожалению, российские зрители вряд ли его увидят. Я снялась у пана Ежи Хоффмана в картине в исторической драме «Варшавское сражение. 1920 год». Ну о тех страшных непростых временах, когда Польша отставила свою независимость. Ну и в общем политически корректно это снять невозможно. Если бы мы снимали, наверное, это была бы немножко другая версия. Но тем не менее у меня там очень драматическая роль, практически трагедийная, роль без слов, что очень сложно, не за что спрятаться. Так что приходите, смотрите, смотрите в интернете, сейчас есть такая возможность. А скажите, пожалуйста, а будет, есть ли возможность увидеть этот фильм все-таки у нас на экранах или нет? Или вы считаете, что он, ну, не совсем для нашей публики? Нет, я думаю, что его можно было бы, конечно, пустить в прокат. Были бы люди, которые бы взялись за прокат этой картины. Потому что тема интересная. Очень интересная тема и очень хорошие актеры. Ну, во-первых, Альбрихский, много молодых польских артистов. Ну, Александр Домогаров, которого очень любит пан Ежи Хоффман, он его, в общем, открыл как глубокого, потрясающего артиста. У меня очень интересная роль. Ну, и вообще, я думаю, творение таких мастеров, как Ежи Хоффман, к сожалению, уходящего поколения, нужно смотреть, нужно впитывать, нужно, как это слово забытое, алкать. Ну да, взалкал, как у Лермонтова, да? Да, да. И в то же время я знаю, что вот такие необычные роли, они у вас были в вашей жизни. Например, вот в начале 90-х вы снимали в Соединенных Штатах Америки, и там в триллере «Похороны крыс» вы были совершенно в другом облике. Вот я бы сказал, даже не узнать. Да, мама моя пришла на Мосфильм посмотреть съемочную площадку, вообще, я ее пригласила, и она меня не узнала в этом гриме. Я играла такую острохарактерную, резко отрицательную героиню, все пороки человечества воссоединились вот именно в моем образе, и там, в общем, страшно было все, и мужчина она уничтожала, и была такая мужа-ненавистницей, и кровавой, жестокой, моя героиня резала вены и говорила «пей», говорил герою «пей кровь», то есть как бы такой братаник. В общем, смешной фильм, смешной сейчас уже, знаете, с позиции какого-то возраста и какого-то пути, но тем не менее, вы знаете, такой опыт тоже должен быть. Съемок в таком триллере, причем это сделано классно, по-американски, так легко, будоражащая кровь, со всякими спецэффектами, с крысами, которые поедают мужчин, в общем. Кстати, как вам было работать в Америке? Мы снимали картину в России, в Москве, на Мосфильме. С американцами, да? Да, с американцами. Но американцы очень профессионально, они, конечно, знают о кино какую-то тайну, потому что я сначала как-то даже удивлялась, что вот те артисты, во всяком случае, с которыми мне пришлось поработать, они не впускают в себя какого-очень глубоко вот образ, они не работают. Образ, да? Да, они не работают так серьезно, то есть система Станиславского, может быть, они знают, но они достаточно поверхностно работают, но так технично, что камера, именно камера, она схватывает все важное, поэтому ты смотришь фильмы, и ты видишь, что идет в жизни человеческого духа, а на самом деле во многом это просто техника, поэтому этому невозможно научиться. Ну, я так пыталась наблюдательно относиться. Они очень пунктуальны, они очень уверены в себе, и они очень доброжелательны. У нас на площадках не всегда ты найдешь такой отклик со стороны съемочной группы, потому что, допустим, вот в театре ты получаешь мощный заряд энергии зрительного зала, аплодисменты, цветы, да просто тишина зала, она помогает очень тебе работать. Кино, как бы раз-два, съемка закончилась, все разошлись. А Америки и американцы, вы знаете, после хорошо сыгранного дубля, по ту сторону камеры стоящие, там, режиссеры, ассистенты, неважно, в общем, весь став, все начинали аплодировать. И это было очень здорово, потому что следующий дубль, ты уже знал, что если ты классно это сделаешь, то у тебя будет отдача из зрительного зала по ту сторону камеры. Мне это очень понравилось. Я пытаюсь иногда внедрить это в наше время, в наше кино, и это очень приятно. Получается? Да, конечно, получается. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ, спонсор выпуска – компания АБ-тренинг. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. И мои гости сегодня – Ольга Кабо. Мы обсуждаем тему успеха, успешности, как оставаться в седле, несмотря ни на что. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495, задавать свои вопросы, вопросы нашей гости, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Оль, скажите, пожалуйста, вот на пути к успеху и вообще на жизненном пути очень важно, чтобы люди тебе доверяли. С вашей точки зрения, как завоевать доверие людей? Что для этого нужно? У меня сейчас в жизни такой момент, когда я встретила потрясающих людей. Сейчас я расскажу. Мы были с Ниной Шацкой в Баден-Бадене на фестивале русского искусства, который проводил благотворительный фонд «Древо жизни». И встретили потрясающую пару – Александра и Галина Рапопорт, которые, увидев наш спектакль «Ахматовский», они так воодушевились. И узнав, что мы мечтаем сделать музыкальный поэтический спектакль по творчеству Цветаевой, они сказали, девочки, мы вам поможем. Они не знали ни сценария, они не слышали ни музыку, которая вот сейчас написана молодым талантливым композитором Игорем Силипановым, Дмитрием Силипановым. Они ничего о нас не знали практически, но они услышали и, видимо, получили отклик, то, что мы делали, получило отклик в их сердцах. И они нас сейчас поддерживают не только финансово, хотя низкий им поклон за то, что вложили в наш проект достаточно средств для того, чтобы мы смогли музыку записать и сделать то, что мы хотели. Но на каком-то внутреннем уровне мы вдруг стали единомышленниками. И люди, которые живут в своем бизнесе, в своих каких-то проблемах, в сложном сейчас времени, когда не так просто зарабатывать эти деньги, они вдруг думают о проблемах русской культуры. И она как бы у них на пьедестале. То есть они понимают, что то, что они зарабатывают, они делают для того, чтобы у нашей страны было будущее. Они организовали специальную компанию Эра Медиа, и теперь вот всецело помогают и детям, благотворительностью и таким вот проектом. Поэтому вот доверие в нашей жизни – это, конечно, одно из главных таких условий процветания и успеха. Потому что любой человек, занимающийся бизнесом, если он не доверяет своему партнеру, у него ничего не получится. Наоборот, начинается война сразу же. Поэтому дай бог, чтобы вот такие встречи существовали на взаимном доверии, когда люди понимают, что мы друг друга не подведем. Елена через сайт спрашивает. Ольга, поделитесь, пожалуйста, секретом вашей молодости. Ой, ну, наверное, девушки, не бойтесь, пожалуйста, становиться мамочками молодыми в любом возрасте. Это такой мощный стимул, и открываются какие-то другие чакры. И ты по-другому смотришь на мир абсолютно. Вот у меня просто душа распахнута. Я наслаждаюсь каждой секундой и всегда стремлюсь домой. А когда уезжаю из дома, понимаю, что я должна приехать очень довольная и счастливая, чтобы ребенок с моим молоком, с молоком матери почувствовал вот это ощущение жизни со знаком «плюс». Уважаемые радиослушатели, вы даже не представляете, какое отдыхотворенное лицо у Ольги, когда она рассказывает о своем маленьком ребенке. Оля, говорят, что... Все будет прекрасно. Говорят, что успешные люди обычно харизматичны. Вот с вашей точки зрения, а что такое харизма вообще? Ну, притяжение, наверное, такое. Вот, знаете, смотришь кино, и вот главный герой, в котором нет мужского какого-то начала, то есть ты забываешь, что он делает, и фильм сразу проваливается. Вот должно быть что-то в актере, в актрисе, вообще в человеке, чтобы притягивало к тебе других людей, чтобы люди объединялись. Вот эта харизма, она, наверное, существует для того, чтобы людям похожим, близким по духу объединяться и создавать что-то новое. Вот эта харизма, она дается от природы, или все-таки можно каким-то образом ее выстроить у себя? Как вы считаете? Сложно сказать. Харизма — это, наверное, характер, это, наверное, такая дисциплина внутренняя. Это то, с одной стороны, что воспитывается, а с другой стороны, если вот эта вот сила, уверенность, вера в себя, она закладывается, родители, наверное, все от родителей в нашей жизни. Если родители не помогают человеку, детям поверить в себя и в то, что они все могут, то дети и вырастают такими никченными и неуверенными в себе. А если с самого начала говорить, что ты можешь, ты должен, ты должен пройти, то я, наверное, из тех мам, которые позволят ребенку прикоснуться к горячему чайнику, чтобы потом понять, что никогда к этому прикасаться предмету нельзя. И я склонна к тому, чтобы учиться, наверное, это неправильно, на своих каких-то ошибках. Я вот даже дочь моя какие-то ошибки совершает, и я понимаю, что она становится мудрее, сильнее и харизматичнее. Я думаю, что вы правы, если речь не идет о каких-то крайностях. Естественно, нет. Я привела пример с чайником, это, конечно, такой образ, в общем. Ну, чайник — это не крайность, это вполне даже нормальный. Ну, это тоже очень неприятно, нет. Да, это неприятно. Олег спрашивает, если бы вы не стали актрисой, кем бы вы были? Так бы не могло произойти. То есть просто не могло произойти то, что не могло произойти в принципе. Я бы, наверное, стала та матерью-героиню, я бы все время рожала детей. Сегодня в ходу слово «миссия». Она есть как у компании, так и у людей. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какая-то миссия в жизни? Если да, то как ее можно сформулировать? Ну, миссия, наверное, это как-то очень громко связано, в смысле сказано. Ну, наверное, мое обязательство в жизни — дать моим детям все, что я могу им дать, одухотворить их как-то, помочь им выбрать правильный свой путь, быть честной на сцене, не лгать прежде всего самой себе, честно делать свою работу и любить тех, кто рядом, не изменять, опять же, прежде всего самой себе. Миссия — быть честным человеком, порядочным, вот эта миссия. Оль, вспомните, пожалуйста, трех человек, которых вы глубоко уважаете, и назовите по одному качеству каждого из них, которым вы восхищаетесь. Моя мама, ну, я их обвиняю с папой, мои родители — очень щедрые, одухотворенные люди. Я благодарна за то, что они делают для меня и за то, что они такие, какие они есть. Сильные, строгие, любящие и любимые. Мой муж Николай, которого я встретила достаточно недавно, но который позволил мне летать, и я обрела крылья и свободу. Спасибо ему за то, что он мне позволяет быть тем, кто я есть, и у нас в семье нет запретов. Спасибо моим учителям, Сергею Фёдоровичу Бондарчику, Ирине Константине Скопцевой, у которых я училась, и Юле Жёновой, и Али Дмитриевне Егоровой, тоже моим учителям из ВГИКа, которые помогли мне приобрести навыки, которыми я сейчас пользуюсь, уметь говорить, мыслить, думать, и опять же быть такой, какая я сейчас есть. Ну, я могу много ещё перечислять, но вы сказали троих, а я уже назвала больше. Ну, вы их в группы объединили. Да, да, да. А, и моей дочке, Тане, которая очень пристрастно ко мне относится, и хочет, чтобы я была лучшая, очень хочет, чтобы я была единственная, неповторимая, и я очень хочу, чтобы она мною гордилась, и я очень благодарна ей за то, что она такая неравнодушная к своей маме. У нас есть ещё 10 минут, и я ещё раз приглашаю наших слушателей звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495, задавать вопросы нашей гости. Оль, без ложной скромности, расскажите, пожалуйста, о том, что вы больше цените себе как в человеке. Я трудоголик. Если надо, я не скажу, не могу или не хочу. Вот Таня моя считает, что я слишком добрая, что в наше время нельзя такой доброй быть. Ну, уж не знаю, насколько я добрая. Но, во всяком случае, я пытаюсь позитивно относиться к людям, которые меня окружают, и если от меня что-то зависит, зависит облегчать их жизнь. Ну, не знаю, мне кажется, что я умею работать, и я очень верный человек. И по-дружески, и в любви, и для своих любимых, родных, родителей, друзей. Представьте, что в честь вашего столетия для вас в качестве сюрприза организовали вечеринку. Вау! Вы тихо входите в дом через заднюю дверь и слышите, как наиболее значимые для вас люди разговаривают о вас, и при этом даже не догадываются, что вы их слышите. Что бы вы хотели услышать о себе, о своих друзьях, от своих друзей, родственников или от своих коллег? Что я им нужна, что я им в чем-то помогла, и в том, что несмотря на то, что юбилей такой солидный сто лет, что мы вместе, мы не старые, и что мы продолжаем жить. А что для вас может быть полезным, позитивным вызовом в жизни? Знаете, у американцев есть такое слово «челлендж». У нас иногда это переводят просто как «вызов», но, в общем, это не совсем вызов, это более широкое значение, как вызов, приключения, исследования. Вот что для вас может быть таким? Ну, это, наверное, такое доказательство самой себя, если кто-то в тебя не верит, или ты должен себя перебороть в чем-то. Наверное, это вызов и себе, самой, и обществу. Вот не умеешь, не умею, а научусь, не могу, а сделаю, трудно, а я преодолею. Ну, наверное, в этом. Может быть, у вас есть какой-то конкретный проект, который, ну, кроме рождения сына, конечно, который позволяет вам сказать, что вот это именно тот самый «челлендж». Два года назад в Театре Массовета состоялась премьера спектакля «Кастинг-кастинг». Режиссером стал Юрий Иванович Еремин и хореограф Алла Сигалова. Вот Алла Сигалова выстроила для каждого из артистов такой пластический путь в этом спектакле. И все мы танцуем, не будучи профессиональными танцорами. Вот встреча с таким одухотворенным, с таким сильным человеком, как Алла Михайловна, дала мне такую возможность, как бы, бороться с самой собой, со своей усталостью, со своей неуверенностью в чем-то. И она сама, очень сильный человек, как я уже сказала, себя не экономила и от нас требовала, ну, такой страсти в танце и такой силы и уверенности в том, что мы это сделаем. Что, в общем, сейчас на глазах у зрителей 15 абсолютно профессионально танцующих артистов. Ну, в рамках нашего спектакля, естественно. Поэтому, я думаю, вот такие моменты в жизни, вот такой челлендж у меня произошел именно с Сигаловой, которая заставила, которая заставила меня преодолеть, поверив в меня. И мы вместе с ней победили. Вот таких людей я очень люблю и благодарна им. А что еще в жизни, кроме того, что у вас уже есть, вы бы хотели достичь или получить? Ой, говорят, рассмеши Бога, скажи ему о том, что ты хочешь. Знаете, пусть все складывается так, как складывается. Я знаю, что если синичка в руках у меня окажется, я ее не упущу и использую тот шанс, который будет даден. Мне бы хотелось и кино, и театра. Я вообще такая всеядная абсолютно. Мне очень хочется многое сделать. Хочется закончить режиссерский курс, на который я поступила и вынуждена ушла в декретный отпуск, потому что сейчас в академический отпуск, потому что сейчас просто нет времени заниматься новой для меня профессией. Но было бы интересно снять что-то свое и создать какой-то свой киноязык. То есть это режиссура? Наверное, да. Наверное, да. Хотя я не уверена пока в себе, в своих силах. Ну, посмотрим. Вы знаете, есть такая интеллектуальная игра, которая называется «Необитаемый остров». Я задам вам несколько вопросов. Давайте. И в зависимости от того, как вы будете на них отвечать, люди, которые нас слушают, наши радиослушатели, узнают вас лучше. Вы готовы? Да. Первый вопрос. Какие три книги вы готовы взять с собой на необитаемый остров? Томик стихов Анны Ахматовой, книгу Тайнина Гуэра «Семь тетрадей жизни». А почему именно эти книги? Что в них ценного, важного для вас? Поэзия вечно, современная. В прозе Гуэры поэтика, с которой хочется относиться к жизни. Они вас поддерживают или что-то дают вдохновение? Поддерживают, вдохновляют. Ещё бы я взяла, наверное, с собой альбом импрессионистов. Потому что, когда смотришь картины впечатления, impressions, то ты, во-первых, отдыхаешь от сегодняшней суеты, агрессии, от быта и погружаешься в это растворение абсолютное, растворение впечатления от того, что ты увидел, и у тебя рождается какой-то образ. Это очень важно иногда отвлечься, посмотреть и перенестись в какой-то другой мир. А какие это были бы три музыкальных произведения? Это не обязательно классика, это может быть песни. И всё, что приходит на ум. Вы же поёте. Вальс Цветов Чайковского. Чайковского. И Щелкунчик. Да. Прозвение Шнитке. В них очень много недосказанности, очень много загадки и очень много энергии, такой синкопы, которая вот мне необходима для того, чтобы, допустим, взбодриться. Если это песня, ну, может быть, это песня Николая Караченцева, что тебе подарить. Есть только романтики. Прекрасная песня. А какие три фильма вы бы с удовольствием пересматривали на необитаемом острове? И почему? Почему именно эти фильмы? Я понимаю, что актрисе театра и кино сложно, может быть, ответить на этот вопрос. «Завтрак у Тиффани» с Одри Хэбберн. «Судьба человека» Сергея Фёдоровича Бондарчука. С легким паром. Ну, я просто сейчас говорю то, что вот первое приходит в голову. Ну, а так обычно и бывает. Знаете, иногда просят заполнять анкеты, говорят, не думай. Вот первое, что приходит в голову, то говорит. Да, вот с легким паром. Вот сколько не смотрю, все время восхищаюсь. Просто восторженный фильм абсолютно. Ну, и, наконец, такой вопрос. Лао Цзи сказал, что движение «Без цели» — это движение в никуда. А что вы, актриса, молодая мама, Ольга Кабо, хотите от жизни? «Без цели» — это движение в том, что я хочу, что я хочу от жизни. Я хочу, несмотря на то, что прошлое, о чём мы говорили, жить с сегодняшним моментом. Вот мне сегодня очень понравился наш с вами разговор. Я очень люблю вопросы, которые заставляют меня думать, потому что очень часто приходится давать интервью. И, знаете, иногда просто так пинг-понг абсолютно, и ты не задумываешься. А сегодня я для себя поняла, что мне надо обо многом подумать. Я бы, конечно, хотела, чтобы у меня в семье всё было хорошо, и все мои близкие были, главное, здоровы. А всё остальное, ну, это приходит от нас зависеть, а здоровья нет. Ну что же, наша программа подходит к концу, и мне остаётся только поблагодарить Ольгу Кабо за то, что она поделилась своими мыслями и своим жизненным, и профессиональным опытом. Спасибо большое, Оля. Спасибо, спасибо большое. Мне было очень приятно с вами познакомиться. До свидания, до встречи в следующий четверг в 21 час.